хочу немножко показать как мы живем вот у нас моя постель вот это синеньким покрывальцем рядом постель мужа мы свои матрасы сделали на пол потому что на сетчатых кроватях неудобно спать но принципе так на полу мы высыпаемся мы живем детском садике вот эта детская комната ну вот хочу немножко показать наш быт вот это мой столик с оранжевым столом вот мы с собой привезли удлинитель тут у нас зарядки мы заряжаем свои гаджеты так вот детские столы мы сложили друг на друга потому что вот чтобы освободить пространство чтобы положить наши матрасы вещи сушим на батареи вот у нас одна батарейка теплая в комнате у нас два окна в комната принципе большая здесь у нас кровати здесь у меня спецын с племянником и две сетки потому что мы матрасы положили вниз на пол также у нас есть ну кухня но это кухня детская это ну как игрушечная кухня но она низенько но мы туда положили там чашечки тут термос у нас есть там мыло скажем предметы первой необходимости там зубные щетки я так аккуратненько сложила есть ведерко мусорные пакеты мы покупаем вот так вот вот у нас наши вещи вот мой чемоданчик лежит белый рюкзаки наши висят перчатки потому что я их купила чтобы делать тоже уборки ну хоть не дома но уборки делаю каждый день тут у нас все чистенько может быть и для вас покажется что немножко вещи хаотично лежат но я здесь делаю уборки реально каждый день постельно нам вчера поменяли так что мы спим на чистенькой постели слава богу и полотенечки нам выдали тоже их поменяли меня зовут евгения вы на канале хэппи женя добро пожаловать в этом видео хочу рассказать как проходит наш день для тех кто не знает у нас семья из четырех человек я мой муж мой сын и мой племянник мы эвакуировались из киева ну наверное уже идет это девятый день восьмой или девятый немножко честная сбилась вот я вам показала как мы живем у нас большая комната слава богу есть крыша над головой мы живем детском садике скажем на здесь кормят вот рассказывала что и постельно нам поменяли так вот как проходит день так как мы здесь так как мы здесь живем и нам здесь все предоставили конечно мне хочется внести тоже свою лепту как-то чем-то помочь отблагодарить этих людей волонтеров кто поспособствовали скажем приему и кто поспособствовали организации приема таких беженцев как мы я и тут еще несколько девочек мы помогаем на кухне вот потом когда мы сюда ехали но изначале я говорила что мы думали что будем снимать квартиру его на франковске но у нас не получилось поэтому потому что квартиру сняли люди предложили в несколько раз больше денег вот и мы с киева везли много продуктов там и мясо ну много много всего потому что думали что будем жить на съемной квартире я буду готовить естественно что я отнесла ну все продукты какие были это естественно мы отнесли на кухню для скажем вложили в общий котел одно это естественно даже не обговаривается вот и так как мы здесь живем все девочки которые вот я девочки так как мы тут уже все перезнакомились мы стараемся чем-то помочь вот я на себя взяла мы помогаем на кухне и и еще один такой момент сейчас будете конечно смеяться тут есть душевая кабина в общем тут комната гигиены здесь два санузла и душевая кабина так вот когда мы мылись мы заметили что там вода не проходит а так как я у себя в киеве я регулярно мы сантехника не вызываем я сама регулярно все это умею там открутить и все качественно вычистить конечно это может быть кому-то противно там вот этой волосы всякая вот эта фигня налипает но я дома у себя в ванной комнате но на кухне правда не чистила еще потому что там не было необходимости но в ванной я регулярно чищу этот сифон и вот эти все волосы что там на липше я все очень тщательно убирать так вот я здесь поняла что это наверное будет моя миссия так как здесь никто этого не умеет делать там такая конструкция была там сложно было открутить вот этот колпачок и достать там до этого девочки которые до меня еще здесь жили вот мы так мучились вода не проходит мы пытались там открутить этот колпачок у нас не получался так вот евгения все пришла там я уже у меня глаз наметан я там знаю как и откуда это откручивать я открутила там огромное скажем ну я даже не знаю наверное литр там но если так вот на литр очень много там по вычищала все там столько было это пипец полный вычистила и сейчас там проходит идеально ну скажем взяла на себя вот эту обязанности так как другие это не умеют а я это умею и делаю но мне это не противно господи мы здесь живем вот я для этого купила перчатки вот и взяла скажем миссию чистить и чтоб у нас здесь все было хорошо вот ну скажем вот это такое коротенькое видео хотела записать наверное каждый кто пребывает в таком скажем кто пребывает в такой ситуации такие же беженцы и если вас встречают вас здесь кормят расселяет хочется какую-то вот какой-то вклад внести от себя чем-то помочь этим людям которые столько много делают поэтому тоже мое такое скажем обращение обращение к беженцам если вас поселили если вам дали кровь и вас еще и кормят господи ну помогайте помогайте чем можете внесите какую-то не отсиживайтесь не плачьте слезам знаете как слезам горе не поможешь тут надо включиться и оттого что вы будете плакать ну понятно ситуации разные бывают ну по возможности постарайтесь помогать помогайте тем людям которые вас приютили хоть немножко я думаю каждый себя найдет вот я допустим вот видите как нашла чистить эти сифоны ну я не стесняюсь этого обнародовать и сказать я не считаю что это прямо так я это умею делать и я это делаю и пусть те люди которые будут пользоваться я тоже этим пользуюсь как бы все будет хорошо вот так вот такое коротенькое видео сегодня немножко похолодала обещают дождь и поэтому еще пока хожу свои зимние куртки в принципе вне только приехала ну вот так вот всем желаю мира добра всех люблю целую обнимаю ваша женя пока пока